Зарплата грезы и слезы. Зарплата, грезы и слезы. Для более или менее обеспеченной жизни россияну сегодня нужен доход в размере около 66 тысяч рублей в месяц. Фото. Ольга Лернер. Все статьи автора. Из номера 031 за 7 мая 2019 год опубликована полночь 12 7 мая 2019 год. Версия для печати отправить по почте. Минэкономразвитие размечталось о средней номинальной зарплате в России в 63 тысячи рублей через 6 лет. Министерство экономического развития на этой неделе предавалось грезам о прекрасном будущем. Как следует из прогноза на 2019-2024 годы, через 6 лет размер средней номинальной зарплаты в России составит 63 тысячи рублей. Это на 46% больше, чем сейчас. 43,4 тысячи. Казалось бы, неплохой рост. Если не учитывать одной важной детали, для достойной жизни россиянам уже сегодня нужен доход как минимум в 66 тысяч рублей. Что уж говорить про 2024 год, когда инфляция точно сожжет всю эту обещанную прибавку. В своем прогнозе Минэкономразвитие исходит из ежегодных темпов роста номинальной заработной платы в диапазоне 5,86,8%. Эта цифра складывается из индексации зарплат бюджетников на величину ожидаемой инфляции, около 4%, роста минимального размера отплаты труда в соответствии с увеличением прожиточного минимума, а также улучшения показателей производительности труда в сфере информационных технологий, перевозок, логистики и банковском секторе. Но даже если расчеты эти окажутся верными, между номинальным и реальным ростом зарплат есть существенная разница. Она настолько большая, что совершенно очевидно, правительственные чиновники не просто ошибаются, а сознательно вводят население в заблуждение, раскрашивая действительность в радужный цвета. Дело в том, что средняя номинальная заработная плата вычисляется на основании данных до вычета НДФЛ. Одного этого вполне достаточно, чтобы номинальная и реальная картина мира оказались совсем не похожи друг на друга. С учетом уплаты подоходного налога темпы повышения зарплат оказываются куда скромнее, всего 1,12,7% в год. А теперь, собственно, несколько слов о цифре в 63 тысячи рублей, которую нам в качестве средней заработной платы по стране вывели оптимисты из Минэкономразвития. Много это или мало? Так уж совпало, что за две недели до публикации министерских прогнозов результатами своего социологического исследования, непосредственно касающегося уровня зарплат по стране и отношения к ним граждан, поделился Финансовый университет при правительстве России. Так вот, 63 тысяч не хватает для достойной жизни даже в текущем, 2019 году, не говоря уже про 2024. Для более или менее обеспеченной жизни россияну сегодня нужен доход в размере около 66 тысяч рублей в месяц. Причем уровень требований от региона к региону сильно отличается. Так, в Москве средняя зарплата должна составлять как минимум 100 тысяч, в Санкт-Петербурге 90, а в Барнауле, якутские Чите 50. При этом нельзя сказать, что в стандарт достойной жизни попали какие-то элементы роскоши. Их там в помине нет. Зато есть возможность иметь квартиру в городе, скромную дачку, хотя бы один автомобиль в семье, доступ к качественной медицине, полноценному питанию, возможность хотя бы изредка посещать театры и выставки. Прогноз Минэкономразвития на самом деле не является позитивным. Наоборот, это печальная новость, которая говорит об отсутствии перспектив на какой-либо существенное повышение уровня жизни в стране. Де-факто чиновники говорят нам о консервации и экономической ситуации на ближайшие пять лет. А если учесть, что реальный уровень инфляции всегда существенно отличается от официального, то вполне может статься, что покупательская способность 45 тысяч рублей 2019 года окажется даже выше, чем у 63 тысяч года 2024. Кроме того, в последние годы дополнительная прибыль в россиян, не связанная с зарплатой, доход от сдачи в аренду жилья, начисленные проценты по вкладам, неуклонно сокращалась, что позволяет предположить, что финансовое положение населения через пять лет даже ухудшится, и людям придется еще сильнее затягивать пояса, рассказал трудуэкономист и политолог Алексей Подшибякин. И этому прогнозу почему-то верится больше, чем грезам из министерских кабинетов.